Пётр Мельников. Санкт-Петербург. Полная история города. Люблю тебя, Петра Творенье, Люблю твой строгий, стройный вид, Невыдержавное течение, Береговой её гранит, Люблю зимы твоей жестокой, Недвижный воздух и мороз. Бег санок вдоль невы широкой, Девичьи лица ярче рос. Люблю военная столица Твоей твердыни дым и гром, Когда полночная царица Дарует сына в царский дом Или победу над врагом. Россия снова торжествует. Александр Сергеевич Пушкин. «Медный всадник». Предисловие Герой этой книги – город Санкт-Петербург. Именно город, а не его знаменитые жители и не его достопримечательности. Город как таковой. Творение Петра, заложенное в мае 1703 года. А до того времени Россия жила без северной столицы, что сейчас даже вообразить невозможно. Ведь Петербург – это в прямом смысле наше всё. Окно в Европу, колыбель революции или город трёх революций, Северная Венеция, город Белых ночей или просто Питер. Бесконечность проспекта, возведённого в энную степень, как сказал Андрей Белый. А вот Фёдор Михайлович Достоевский считал Петербург мрачным городом полусумасшедших. И, надо сказать, основательно подкрепил эту репутацию своими произведениями. «Мне страшен летний Петербург», – признавался Михаил Зинкевич. «Возможен здесь всякий бред, и дух так одинок, И на площадках лестниц ждёт Рогожин, и дёргает Раскольников звонок». Иосиф Бродский считал, что человека, выросшего в Ленинграде-Петербурге, или, по крайней мере, проведшего там свою молодость, трудно спутать с другими людьми. В восприятии одного из персонажей Максима Горького, Петербург – это многоликий, живой, глубоко чувствующий город. А Петербург Валерия Брюсова – вечно единой мощью Петра и тайной змеиной. Если вы сейчас удивились, при чём здесь змея, то вам непременно нужно прослушать эту книгу. А если вы в теме, то всё равно прослушайте, ведь этот город надо близко знать и знать его народ, как считает Александр Розенбаум, иначе он вам не откроется. Петербург Петра Ершова, автора «Конька-Горбунка» – это град державный, твердыня северных морей, венец отчизны православной, жилище пышное царей, Петра – могучее творенье. Неужели всё сказанное относится к одному городу? Представьте, да. Такой уж это многогранный, неоднозначный, неповторимый, непостижимый, а лучше просто сказать – волшебный город. Здесь, по словам Владимира Маяковского, «слезают слёзы с крыши в трубы, к руке реки чертя полоски, а в небо свисшиеся губы воткнули каменные соски». «Подарите мне Питер», – просила Римма Казакова. «Он ждёт? Он готов? На Литейном купите самых первых цветов. Подарите фонтанку или, может, коня?» «Всё б глаз не отрывать от города Петрова, гармонию читать во всех его чертах и думать. Вот гранит, а дышит, как природа». «Да, надо б на домой», – сокрушалась Белла Ахмадулина. «Действительно, гранит, а дышит, потому что город живой». В качестве бонуса совет тем, кто никогда не был в Петербурге, но собирается побывать. В первый раз лучше приехать сюда на поезде, причём непременно на московский вокзал, чтобы выйти из вокзала, ещё слыша перестук колёс и, ощущая мягкое покачивание вагона, выйти и ахнуть, неимоверно впечатлиться, поразиться до потаённых глубин души, обомлеть от восторга и тому подобное. Это же чудо! Ещё несколько минут назад вы были в пути, а теперь вы стоите в самом сердце Северной Пальмиры, на пересечении Невского и Лиговского проспектов. Продвигаясь на машине или автобусе от окраины к центру, вы столь ошеломляющего впечатления не получите, потому что город будет открываться вам не сразу «та-да-да-дам», а постепенно. Не совсем удобная электричка привезёт вас из аэропорта Пулково на Балтийский вокзал, расположенный на набережной обводного канала. Обводный канал — очень интересное, можно сказать, знаковое место, но при всём том не самое-самое. Так что только Московский вокзал. Выйти на площадь восстания, зажмуриться, сделать глубокий вдох, медленно выдохнуть и сказать «Здравствуй, город!» Санкт-Петербург любит, когда его называют просто городом, но только уважительно, без фамильярности. Город. Просто город. Совершенство не нуждается в эпитетах. Глава первая. Там мирный город якорь кинул и стал недвижным кораблём, он берега кругом раздвинул и всё преобразил кругом. И нынче мачты напрягают свой упоительный задор, и в мрак глядят, и в мрак вонзают поблёскивающий узор. Нина Николаевна Берберова. Петербург. Начало. Город начинался на ровном месте. На ровном месте Заячьего острова, расположенного в устье реки Невы. Шведы сначала прозвали это болотистое место Луст-Эйландом, весёлой землёй, но после первого же крупного наводнения изменили название на Тойфельхольм, Чёртов остров. Но русским, которые возвращали себе и Жорщину, исконные новгородские земли, захваченные шведами в смутное время, до шведской топонемики не было дела. Они сначала назвали остров в честь Святого Петра, небесного покровителя своего императора, а затем перевели финское название Янисари, и остров стал Заячьим. Впрочем, есть мнение, что на самом деле остров назывался Янисари, в честь Иванова дня, который на нём якобы было принято праздновать, но что прижилось, то прижилось. Вообще-то, всё началось не на Заячьем острове, а в пяти верстах к западу, на Большой Охте, где в апреле 1703 года русские войска захватили стратегически важную шведскую крепость Ньюиншанс, Ньюинсканс, при которой располагался город Ньюин, Ньюин. И возможно, что Петербург начался бы с Ньюиншанса, переименованного Петром Первым в Шлотбург, город-замок. Но обосноваться там было как-то неспокойно, потому что настырные шведы в любой момент могли нагрянуть с моря. Да и вообще, при всей своей значимости и толстых стенах, крепость Ньюиншанс не считалась крепким орешком, поскольку вся её защита была сугубо рукотворной, а для окончательного утверждения своей власти на возвращенных землях нужно было иметь здесь неприступный оплот, причём такой, который защищал бы от нападения с моря. Между тем временем господин капитан Бомбардирской изволил осматривать близ к морю удобного места для здания новой фортеции и потом, в скором времени, изволил обыскать единый остров, зело удобное положение место, на котором в скором времени, а именно на мая в 16-й день в неделю пятидесятницы фортецию заложили и нарекли имя оной в Санкт-Петербург из записи в походном журнале Петра Первого, который, помимо прочего, был капитаном бомбардирской роты, учреждённой им в 1695 году. Остров и впрямь оказался зело удобным положением, крепость вписалась в него идеально, как будто под неё и создавался. Среди многочисленных личных бумаг Петра Первого есть рукопись о зачатии издания царствующего града в Санкт-Петербург в лето от первого дни Адама 7211 по Рождестве Иисусе Христове 1703. Согласно этому документу, 14 мая Пётр изволил осматривать на взморье устья Невы реки и островов и усмотрел удобный остров к строению города. Дальше начинается интересное. Когда Пётр сшёл на средину того острова, почувствовал шум в воздухе, усмотрел орла парящего, и шум от парения крыл его был слышен. Орёл появился в рукописи неспроста. Именно что в рукописи, поскольку не очень-то верится в реальность произошедшего, но легенда знаковая и потому заслуживает упоминания. 17 с лишним веков назад в мае 330 года Орёл указал императору Константину благоприятное место для основания столицы Восточной Римской империи, которая была названа Константинополем. Мог ли основатель новой российской столицы обойтись без аналогичного знамения? Однозначно не мог, особенно с учётом того, что православная Россия многие культурные традиции унаследовала от Византийской империи. Так что Орёл имел место быть и одним шумом от парения крыл его дело не закончилось. Но давайте по порядку. Узрев орла, царь Пётр взял у солдата багенет, примитивный старинный штык, и вырезал две полосы дёрна, которые положил крест накрест, а затем сделал крест из дерева, выдрузил его в реченные дёрны и сказал «Во имя Иисус Христова на сём месте будет церковь во имя верховных апостолов Петра и Павла». На этом месте вскоре была выстроена деревянная Петропавловская церковь, которая впоследствии превратилась в каменный собор и дала крепости новое название. Изначально же и крепость, и остров назывались Санкт-Петербургскими. Петропавловская церковь была необычной, европейской, вместо купола её венчал высокий шпиль. Пятнадцатого Пётр изволил послать неколикород солдат, повелел берега оного острова очистить и леса вырубя скласть в кучи. При оной высечке усмотрено гнездо Орлова того острова на дереве. Деталь очень важная. Если уж и гнездо обнаружено, то в существовании Орла сомневаться не приходится. Шестнадцатого, то есть в день Пятидесятницы, по божественной литургии, с ликом святительским и генералитетом, и статскими чины, Пётр изволил шествовать на судах рекой у негою и по прибытии на остров, и по освящении воды, и по прочтении молитвы на основании града и по окроплении святую водую, взяв заступ, и первые начал копать ров. Тогда орел с великим шумом парения крыл от высоты опустился и парил над онным островом. Царское величество Аташет Мала вырезал три дерна и изволил принесть к означенному месту. В то время зачатого рва выкопано было земли около двух оршин глубины, и в нем был поставлен четвероугольный ящик, высеченный из камня, и по окроплении того ящика святую водою, изволил поставить в тот ящик ковчег золотой, в нем мощи святаго апостола Андрея Первозванного, и покрыть каменную накрышкою, на которой вырезано было по воплощении Иисус Христове 1703 мая 16 основан царствующий град Санкт-Петербург, великим государем-царем, и великим князем Петром Алексеевичем, самодержцем всероссийским, и изволил на крышку оного ящика полагать реченные три дерна с глаголом «во имя отца и сына и святаго духа аминь», основан царствующий град Санкт-Петербург. Тогда его царское величество от лика святительского и генералитета и от всех тут бывших поздравляем был царствующим градом Санкт-Петербургом, царское величество всех поздравляющих изволил благодарить, притом была многое пушечная пальба. Орел, видим, был надуным островом парящий. Царское величество отшед к протоку, который течение имеет меж Санкт-Петербургом и Кронверхом, по отслужении литии и окроплении того места святую водою, изволил обложить другой раскат. Тогда была вторичная пушечная пальба, и между теми двумя раскатами изволил размерить, где быть воротом, велел пробить в землю две дыры и вырубив две березы тонкие, но длинные, и вершины тех берез свертев, а концы поставлял в пробитые дыры в землю наподобие ворот. И когда первую березу в землю утвердил, а другую поставлял, тогда орел, опустясь от высоты, сел на оных воротах. Ефрейтором Одинцовым оной орел с ворот снят. Царское величество о сём добром предзнаменовании весьма был обрадован. У орла, перевязав ноги платком и надев на руку перчатку, изволил посадить у себя на руку и повелел петь литию. По литии и окроплении ворот святую водою была третичная из пушек вытьте вон и ворота, держа орла на руке, и сшед на яхту, шествовал в дом свой царской конецкой. Лик святительской и генералитет и статские чины были пожалованы столом. Веселье продолжалось до двух часов пополумчи, причем была многое пушечная пальба. Оной орел был во дворце. По построении на котлине острову крепости Святаго Александра оной орел от его царского величества воной Александровой крепости отдан на гоп вахту с наречением орлу комендантского звания. Так был основан город на Неве. Надо сказать, что анонимный автор рукописи при всем к нему уважении рассказывает об основании города хоть и подробно, но пресновато. Даже орел не спасает положение. То ли дело Александр Сергеевич Пушкин, который в нескольких строках Медного Всадника дал сразу три культурных культовых мема. На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн и вдаль глядел и думал он «От сель грозить мы будем шведу здесь будет город заложен на зло надменному соседу природа здесь нам суждено в Европу прорубить окно». Окно рубилось тяжело, но быстро и обстоятельства поджимали и характер у царя основателя был энергичный нетерпеливый нагнали солдат крестьян каторжников пленных шведов тоже приспособили к делу. Крепостные казармы были готовы уже через два месяца после начала строительства к концу июня, а в сентябре крепость была выстроена полностью и вокруг нее начал расти город. Санкт-Петербургская крепость не шла ни в какое сравнение с Ниеншанцем. Мало того, что стены были девятиметровыми, так еще и со всех сторон крепость окружала вода. Название бастионов государев Головкин Зотов Меншиков Нарышкин Трубецкой это не просто название в чью-то честь, а увековечивание имени человека руководившего строительством данного бастиона. Уже в 1706 году земляные стены начали заменять каменными, а затем взялись и за деревянные постройки. В 1712 году на месте деревянной церкви, а если точнее, то вокруг нее, началось возведение каменного собора по проекту архитектора Доменико Трезини, памятник которому установлен на площади близ Благовещенского моста, названный в его же честь. Строительство главного храма империи растянулось на 22 года и был завершено в 1733 году, спустя 8 лет после смерти Петра I, но высоченную колокольню в 122 метра успели достроить при нем, и государь-император с удовольствием водил сюда иностранных гостей, чтобы дать им возможность полюбоваться на устроенный парадис. Это удовольствие доступное в наши дни тем, кто способен преодолеть более 250 довольно крутых ступеней. По пути можно полюбоваться на коррельон, клавишно-ударный музыкальный инструмент, состоящий из неподвижно закрепленных колоколов с подвижными язычками. Взберитесь и откроется вам истинный парадис. Совет. В солнечные дни совершать восхождение на колокольню Петропавловского собора лучше до обеда, чтобы солнце освещало вам панораму, а не било бы в глаза и объективы. Точных цифр в распоряжении историков нет, но предположительно число работников, одновременно занятых на строительстве Санкт-Петербурга, составляло около 20 тысяч. Люди жили в сырых землянках, в антисанитарных условиях, питались в проголодь, страдали от эпидемий. Смертность была высокой, но место умерших сразу же занимали новые работники. Строительство форпоста на Балтике было государственным приоритетом и проводилось по принципу любой ценой. Примечательно, что территория, на которой строился Санкт-Петербург, официально отошла к России по нештатскому мирному договору 1721 года, завершившему Северную войну 1700-1721 годов. Получается, что на протяжении первых 17 лет своего существования российская столица формально находилась во владениях шведской короны. И не спешите корить Петра I за опрометчивость. Он был уверен в том, что Ингерманландия, так теперь называлась Ижорская земля, вернулась к России навсегда. Продолжение следует...